Для владельцев аварийного жилья упростили покупку новых квартир. Соответствующие изменения в окружной закон о выкупе аварийного жилья были одобрены сегодня на сессии регионального парламента. В частности, уточняется одно из требований к дому, в котором находится жилое помещение, приобретаемое гражданином с использованием средств компенсационной выплаты. Согласно действующей редакции закона, процент износа дома, в котором находится такая квартира, не должен превышать 30%. Для предоставления сведений о степени износа дома граждане должны инициировать процедуру оценки дома, стоимость которой зависит от объёма объекта обследования. В случае приобретения квартиры в многоэтажном многоквартирном доме, собственник аварийного жилья для подтверждения допустимого процента износа такого дома несёт существенные затраты. Когда закон принимали, он был новый совершенно и для Нинска, и для других регионов. Изначально договорились о том, что если потребуются какие-то изменения, то мы их обязательно примем, чтобы сделать эту процедуру удобной для граждан, чтобы было меньше бюрократических всевозможных препонов для получения возможности компенсации за аварийное жильё. Было достаточно много обращений. Большие сложности возникли с тем, что износ дома, в котором хотят приобрести квартиры жители, граждане, он должен составлять до 30%. И это подтвердить было достаточно сложно, потому что граждане могут приобретать квартиры на всей территории Российской Федерации, у нас здесь в городе. И для того, чтобы дать эту оценку, БТИ требовалась оценка всего жилого дома, а не одной квартиры. Поэтому это было достаточно затратно, и люди неоднократно и к нам обращались, и в депутатский корпус. С учётом мнения жителей региона было разработано дополнительное условие для приобретения жилого помещения. В частности, предлагается оценивать сведения о сроке эксплуатации дома, исчисляемого с года его постройки. Эти данные содержатся в кадастровом паспорте жилого помещения, поэтому их предоставление не обременительно для граждан. Мы устанавливаем 30% износа, должны подтвердить, если дома уже превышают те сроки, которые мы определили сегодня в изменениях. Это кирпичные дома 15 лет, деревянные дома 7 лет и быстроразводимые конструкции 10 лет. Всё остальное необходимо будет подтверждать, потому что, например, есть дома после капитального ремонта, и, естественно, у них процент износа уменьшается, если серьёзно были отремонтированы несущие конструкции, такие как фундаменты, кровля, утепление фасадов. Это всё влияет на процент износа. Поэтому, я думаю, что, по крайней мере, меньше будет беготни и волокиты у людей для того, чтобы встать на очередь и получить эти компенсации. Как отметила Валентина Саутина, проект закона вступит в силу после подписания губернатором округа и официального опубликования документов в средствах массовой информации.